итак всем привет сегодня у нас 27 марта ровно два часа дней и рискну куплю смену до условиях карантина практически карантина посмотрим удастся ли мне ее отбить кстати кто-то говорил что у меня не обновлен таксометр якобы вот этот кружочек должен иметь какую-то цифру означающую уровень твоего приоритета но у меня приоритет вот так вот вот так вот меня приоритет определяется меня платина у меня кстати последняя версия таксометра поэтому не понимаю о чем идет речь может у кого-то по-другому все это из-за того что яндекс тестируют вот эти системы приоритета на разных группах водителя может быть из-за того что я самозанятый ладно в общем сейчас я поеду в сторону центра по ярославке вчера я работал в четверг и где-то в три часа в начале четвертого я ехал также в центр по ярославке и пробка на выезд начиналась практически от третьего транспортного кольца я такого не видел даже часы пик новогодние праздники а вчера был всего лишь четверг и сейчас в пятницу в два часа дня я смотрю уже очень плотный поток в сторону области по ярославке так вот первый заказ спустя 20 минут я доехал практически до садового и на оружейный переулок я поймал заказ так пассажир поблагодарил вас за поездка все 120 рублей чею сама поездка была минут 15 она бы длилась если бы он указал верный адрес сам заказ закрылся на 627 рублей китайцы быстрее от них приехал на ходынку на ходынке тихо такси стоят подъезжают постепенно таксисты но никто не уезжает заказов нет кстати спрашивали меня про эску как там с вообще работает стоит эска на парковке на время вот этих затяжных выходных ну и вообще пока не разрешится ситуация с этим я думаю ска будет стоять на парковке заказов нет вообще для этого класса я езжу по москве я эски вижу крайне редко майбахи еще реже вижу нет заказов я вчера вез одного чувака он обычно пользуется классами элит или премьер и говорит не могу заказать вот заказал бизнес сам какой-то бизнесмен у него 100 магазинов и вот говорит сейчас не знаю что делать будем вести переговоры с арендодателями о том чтобы они нам снизили не снизили отсрочили в одну снизили и отсрочили утяжи по аренде что же насчет таксистов таксистом никто не будет возмещать их возможную потерю заработки таксисты у нас и пешники или самозанятые яндекс такси у нас проявил инициативу те водители которые заболели коронавирусом и могут это подтвердить документально но они во-первых блокируются на две недели за эти две недели вынужденного простоя они получат компенсацию своих доходов возможных доходов но при одном условии если их доход за последние 180 дней составлял не ниже одной тысячи рублей и получат они половину от своих возможных доходов ну грубо говоря если у человека был привоз по 2000 рублей в день на протяжении последних 180 дней то он получит 14000 рублей за две недели и максимальная планка выплат вот этого так сказать пособия яндекс таки он называет почему-то вознаграждение 28 тысяч рублей ну я на протяжении вот этих выходных объявленных правительством я планирую работать пока карантин не объявили я буду работать кстати еще одна новость от яндекс такси яндекс такси на апрель снизил мне написали они снизили порог для получения статуса золота и платина еще одно сообщение от яндекс такси сегодня прилетела заказов шереметьево почти не будет пишут 27 марта сегодняшнего числа я позавчера выполнил три заказа в шереметьево отвез троих людей в шереметьево ну отвозил туда в терминал б внутренние перелеты оттуда никого не забирал ну и терминал да там вообще просто пустой туда ни на въезд ни на выезд вообще никого не было по самому терминалу я конечно не проезжался по парковке терминала вот такие вот пироги до тяжелые времена будут впереди это уже совершенно точно будем как-то справляться это выходить из этого положения многие наверное поменяют сферу своей деятельности это уже тоже абсолютно точно в такси наверное заработки упадут просто катастрофически но надеемся что мы преодолеем этот кризис постепенно ситуация выправиться все вернется на круги своя как говорится что не делается все к лучшему к лучшему в каком плане кто-то давно жаловался на то что работа в такси это дно пожалуйста не работай в такси работа где-нибудь в другом месте как оп только большой вопрос и так смену я сегодня купил вот я простоял на ходынке уже не знаю сколько час наверное не час еще меньше часа простоял и пока что у меня минус пишите в комментариях как в других тарифах может кто-то смотрит кто работает в тарифе или премьер как там наездках на майбах вообще есть заказа нету как комфорт плюс как в комфорте в экономе все пишите делитесь так вот ожидание на ходынке принесло свой результат прилетел заказ на новопесчаную улицу и с нее мы поедем на большой голо-песковский переулок и так забрал я на новопесчаную девушку половине пути напомнилось что-то там забыла говорит нужно срочно вернуться вот вернулись закрывается заказ девушка не поменяла адрес соответственно заехали мы по счетчику так покупку смены я отбил за два часа 36 минут и дальше все деньги будут мои еду я по новому арбату в центр хлоп ловлю заказ причем с коэффициентом прилетел я не видел какой коэффициент кстати так этот заказ тоже закрыл хотел чтобы я его под камерой высветил камеру на полосу я так делать не стал за такое пожелание ему один балл только закрыл заказ прилетел новый заказ на косыгина пробки конечно ужасные просто здесь тем что сегодня пятница связи с тем что впереди целая неделя выходных связи с тем что завтра даже сегодня уже хорошая погода и на все выходные обещают хорошую погоду народ ломанулся за город так этот заказ тоже закрывается у нас этот заказ был наличными оплачен мне оставили чаевые 71 рубль кстати мне показалось или яндекс по счетчику считает потому что изначально показывал другую стоимость и у нас не было ни ожидания там ничего по дороге и предыдущий заказ тоже изначально другую стоимость показывал а по факту закрывается на большую сумму кстати яндекс на период пандемии мог бы но не только яндекс а вообще все агрегаторы могли бы снизить комиссию свою потому что для них там потеря нескольких процентов это одно а для водителя это существенные деньги для таксиста особенно заказ с коэффициентом как на новый год так этот заказ тоже закрываем прилетел сейчас заказ подачи 15 минут вот так работает приоритет в яндексе в условиях пробок я пользуюсь приоритетом платина получил заказ до которого мне ехать 15 минут кто будет ждать 15 минут даже бизнес да никто не будет ждать так еще один заказ вторая обрезка и с коэффициентом 1-1 12 минут так и этот заказ закрываем привез я девушку валы паруса в яндексе есть вопрос который касается улицы авиационной и вопрос звучит так что находится вблизи авиационной улицы там мои московские авиационные еще что то и жилой комплекс вот жилой комплекс находится на авиационной так не успел я далеко отъехать от алых парусов и прилетел еще один заказ так заказ этот закрыл оценил не успел я камеру включить на 2776 рублей там ожидание в пути только на 459 рублей итак перерыв сделал перекусил и переместился в центр сейчас стою на бульварном кольце в районе метро трубное и может здесь что то поймаю ну обычно здесь заказы стреляют но сейчас время необычное пока ехал тут смотрю комментарии кто то мне написал в сообщество значит посвящен он моему предыдущему видеоролику содержание следующее ты говоришь что первый заказ с трех вокзалов а по таксометру уже сумма 6000 во всем видео у тебя вставленные скрины не совпадают наверное автор этого комментария хотел еще добавить но потом передумал но судя по всему человек который этот комментарий написал он с работой в такси знаком весьма 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 поверхностно если такие глупости пишет если честно даже отвечать не хочется на такой комментарий но так уж и быть дело в том что те 5000 они были заработаны в ночь с пятницы на субботу соответственно ну как в смену с пятницы на субботу соответственно они отразились на балансе не на балансе а в таксометре именно в субботу здесь ничего удивительного совершенно нет если бы ты работал в такси и работал бы в яндекс такси общался бы с таксометром напрямую так сказать ты бы такие элементарные вещи знал но так как судя по всему ты их не знаешь тогда я и не умничай вот и все и не надо писать мне подписывало мне смысл вообще кому-то там врать и зачем для чего у меня выгоды никакой от этого нет заказ на буденного выполнили ехали 15 минут сели в машину и сразу я услышал запах спирта они оказывается решили обработать руки водкой которая у них с собой была молодцы находчивые находчивые ребята я кстати за неимением антисептиков тоже купил себе водки ну а чё вот такую вот фигню уже нигде не найдешь и это стоит около 100 рублей а бутылку водки сам дешевая я купил за меньше чем за 300 заказ 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 алло 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 здравствуйте здравствуйте а я вас не вижу я возле шлагбаума стою вы наверное стоите напротив метро как-то семеновский торговый центральный вход и я прямо напротив него я понял ну вы просто дороги машин туда заказали сзади вот эту вот этой ярмарке боже какая ярмарка вот это здание какой-то ажурный центральный ход такой сверкающий вот я напротив него но опыте дороги он на противоположной стороне от вас нет на моей стране давайте еще туда подъем а хорошо соединение устанавливается извините на правильный номер время заблокировано отлично отлично я подъехал пишем в чат стою на аварийке он идет вроде моя красавица закрываем не успел я со двора вырулить новый заказ так этот заказ закрываем что ж все едем обратно в москву в москву так близко к центру подобрался и поймал заказ и так с этим заказом тоже справились вот такие вот расценки у нас бизнес до тарифе ну ехать правда было пять минут всего лишь клиент попросил включить ему радио джейс я вот так вот и сказал радио джейс включил я этому клиенту радио джейс если честно я не понимаю тех людей которые слушают это радио еще больше не понимаю тех людей которые просят водителя ночью включить радио джейс потому что там репертуар ночью состоит из колыбельных прямо одна колыбельная за другой водитель и так уже на исходе сил ночью и тут еще ему колыбельные пожалуйста постоял я в центре рождественском опять и поймал заказ цветного бульвара на улицу чечерина так закрыл я заказ этот на чечерина на 700 с чем-то рублей еще пассажиры ровные 5 баллов я им поставил сейчас еду на заправку заправлюсь до полного чтобы показать сколько бензина я сегодня сжег за эту смену купленная смена закончилась этот заказ прилетел прям на последних минутах за рулем я уже больше 12 часов 12 часов 29 минут на заправку сейчас и и домой пока ехал на заправку новый заказ поймал но тут по району дежнева шакальского завершить заказ ну этот заказ такой бонусом сегодняшней смене он уже конечно с комиссией посчитается так заправил я до полного получилось на 1311 рублей пробег 269 километров 12 часов 52 минуты что хочется сказать по сегодняшнему дню заказы были сегодня я считаю почему последний день когда работали все рестораны и кафе с завтрашнего дня вернее сегодняшнего дня они уже не работают народ еще в москве есть еще не все уехали завтра мне кажется будет поменьше всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик получайте уведомления о новых видео и обязательно пишите в комментариях кто сколько заработал читаю отвечаю по возможности все всем пока а а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok